В рамках блока оперативного маркетинга мы начинаем с вами рассмотрение части курса, относящейся к формированию с бытовых каналов и игрокам, либо участникам этих каналов, таких как дилеры, филиалы и франчайзи. Давайте начнем немножко с теории. Выделяют три стратегии охвата рынка. Стратегия первая – это эксклюзивные продажи. Когда компания сама занимается сбытом продукции, либо осуществляет ее через одного игрока, либо одного участника рынка на конкретной территории. Вторая стратегия сбыта – это селективный сбыт. Когда мы по определенным критериям выбираем наших партнеров, которые осуществляют сбыт нашей продукции. И третья стратегия – это массовая. По большому счету связанная с продажей через оптовиков, то есть участников канала, которые не связаны с долгосрочными отношениями с вашей компанией. Каждая стратегия имеет свои преимущества и свои недостатки. Но что важно, каждая стратегия должна применяться к соответствующему этапу жизненного цикла рынка, а где-то и компании. Давайте рассмотрим это более детально. Итак, жизненный цикл рынка, либо компании, уже привычный нам известный, который так или иначе мы с вами рассматривали. Стадия внедрения на рынок, когда ваша компания выходит на рынок, либо создает рынок, используется эксклюзивный сбыт. Еще никто не знает вашу компанию, не знает ваш товар, и вам приходится самим заниматься сбытом вашего товара. Но через какое-то время, когда объем продаж начинает расти, рынок проникается уважением, любовью к вашему товару, появляется достаточно много желающих поторговать вашим товаром. И они, как татаро-монголы, набегают к вам с просьбой, можно мы поучаствуем в продаже, можно мы поторгуем вашим товаром. Казалось бы, все здорово, мы переходим на массовый сбыт, для которого характерен достаточно большой рост продаж, резкий рост продаж. Много партнеров, рост продаж. Вроде бы все здорово. Может, нам имеет смысл и остаться на этой сбытовой стратегии, но у массовой стратегии есть свои недостатки, и важно понимать ту точку, когда от нее необходимо отказаться. Почему? Через какое-то время ваш товар начинает присутствовать на всех полках. Все потребители охвачены вашим товаром через оптовиков, и оптовики начинают конкурировать за ваш товар, одним простым способом – ценой. Тем самым они портят позиционирование вашего товара, потребитель уже не понимает, по какой цене он его должен покупать, и к тому же, снижая розничные цены для конечного потребителя, они снижают свою собственную маржу. Через какое-то время им становится невыгодным заниматься вашим товаром, и они от него отказываются, и вы теряете регион за регионом. В чем вернуться в этот же регион через другого партнера, либо собственными структурами, такими как филиалы, либо представительство – невозможно. По одной простой причине – потребитель не воспримет новую высокую цену, он посчитает ее несправедливой. Почему он должен платить более высокую цену, если его уже приучили к низкой цене? А это значит, что придется вводить либо новую продукцию, которая незнакома для этого региона, либо какое-то время выждать, не играть на этом рынке. По одной простой причине – невозможно обеспечить прежний и необходимый уровень цен для обеспечения прибыльности. К тому же, стратегия массового сбыта подразумевает размывание, позиционирование товара с точки зрения мест продаж. Если ваш товар продается и в дорогом супермаркете, и с лоточков возле метро, то я как потребитель перестаю понимать, а для кого он предназначен, почему такая большая разница в ценах. Что это за товар, который продается везде? Скорее всего, за счет размывания позиционирования потребитель начнет переключаться на товары, которые для него более понятны, которые более четко спиционированы на него, как на целевой сегмент. На массовой стратегии остаются лишь товары так называемого экстренного спроса, которые мы хотим либо желаем приобретать везде и всегда. Простой пример – жевательная резинка. Она есть и в супермаркете, и в ресторане, и на заправке. По большому счету к ним относятся товары, такие как леденцы, газеты, еще ряд подобных товаров, которые должны быть всегда под рукой. Это не портит их позиционирование. Другие товары, другие стратегии переходят потихонечку на селективный сбыт. Чтобы иметь возможность управлять ценой, позиционированием продукта и товара, мы вынуждены отбирать партнеров и заключать с ними долгосрочные отношения. Опять же, нам нужны стабильные отгрузки. Если оптовики сегодня приехали и вынесли весь товар со склада, потом их 2-3 недели нет, то уже в рамках селективного сбыта наш посредник обязан выбирать определенные объемы продукции и эта определенная стабильность и для нас, и для него. Но селективный сбыт, несколько игроков, несколько партнеров, часто бывает, что начинают опять же конкурировать между собой по цене, и этот конфликт остановить достаточно сложно. Можно лишь сокращать. С другой стороны, можно и нужно учитывать фактор прибыльности в канале. Мы рассматривали с вами, что точка максимальной прибыльности наступает несколько раньше, чем точка пика продаж продукции. Но посредники хотят получать определенную наценку. Они привыкли работать с той или иной маржой. Если вы ее не можете обеспечить, то необходимо предпринимать некоторые действия. Действия связаны в том числе с сокращением количества игроков на тех или иных рынках ваших посредников, чтобы за счет эффекта масштаба он мог получить большую абсолютную прибыль, возможно, при меньшей эффективности работы капитала. Либо, чтобы хоть как-то удержать канал этот рынок, вам приходится переходить на модель опять же, эксклюзивного сбыта. То есть, вы стараетесь аккумулировать у себя прибыль всей цепочки, всех посредников таким образом удержать рынок, удержать конкурентоспособные цены и сам продукт на рынке. Сюда же накладывается еще один момент. Мы рассмотрели стратегии сбытовые, но данные стратегии и часто возврат к эксклюзивной модели сбыта в той или иной форме нам диктует и жизненный цикл дилера. Да, есть и такой. В частности, когда появляется дилер у вас, это его уже внедрение на рынок, с новым для него товаром, продуктом, либо брендом, это всегда момент риска. И по большому счету на этом этапе его беспокоит лишь один момент, чтобы все удалось, чтобы не прогореть. Он вложил какие-то силы, он вложил какие-то деньги и пока не идет речь о марже, либо прибыли, которую он желает получить, лишь бы все удалось. И в данном случае он начинает от вас требовать на первых этапах то, что может снизить его риски. Расскажи, покажи, научи, как продавать, зачем продавать. Но после некоторого момента у него происходит резкий рост продаж, он начинает заботиться о прибыли. Торговаться с вами по скидкам, торговаться с вами по каким-то дополнительным бонусным программам, диктовать свои условия. Он же так здорово нарастил объем продаж. Дальше. Объем продаж вашей продукции через независимого посредника скорее всего стабилизируется по разным причинам. И какие бы вы действия ни предпринимали, влияние на него, в том числе увеличение скидки, различные бонусные программы, стимулирование сбыта, реклама, добиться существенного роста продаж, такого как на предыдущем этапе, уже не получится. Это стадия зрелости, это тот момент, когда вы должны получать прибыль, сотрудничество с ним. Но обращайте внимание на любые изменения негативные в объеме продаж. То есть, как только рост замедлился и, не дай бог, начинайте.